Пожарный Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Игорь. Расскажите, как работает схема реагирования на происшествие? В случае поступления сигнала тревога, диспетчер подает сигнал, произносит адрес по громкой связи. В этот момент еще связывается с заявителем. В момент поступления сигнала тревога личный состав, без различных, где он находится в положении части. В течение одной минуты одевает боевую одежду, техника выезжает, производится посадка личного состава заворотового гаража. Караул следует к месту чрезвычайной ситуации, пожара. У нас сейчас как раз в рамках профессиональной подготовки проходят занятия, как раз отработка норматива сбора выезд патрилога. Я вам предлагаю принять участие. Желаете? Мы готовы. С удовольствием. Иступим. Олег, расскажи, пожалуйста, как происходит реагирование на тревожный вызов. Йоу, внимание, сейчас тебе поступит сигнал о происшествии. Тебе нужно внимательно выслушать диспетчера ЦУКС, записать адрес, какие силы и средства должны проследовать к месту происшествия. Ну и, естественно, осуществить высылку сил к месту происшествия. Давайте попробуем. 57-я диспетчер Николаева. Высылаю. Озерная крыльца 7, за стороны на высых. Эрик, какая перед нами стоит учебная задача? Значит, у нас происходит условное загорание учебного контейнера. Мы подъезжаем на автоцистерне, производим боевое развертывание автоцистерны с прокладкой магистральной линии одной и одной рабочей линии. Мы работаем со стволом на тушение. Я работаю первым номером, ты работаешь по стволчикам. В ходе тушения мы меняемся местами до полной ликвидации. На этом наша задача заканчивается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отработали за тушение условного возгорания. Было нелегко, но было бы еще гораздо сложнее, если был реальный пожар. Николай, зачастую огнеборцам на пожарах приходится работать в условиях ограниченной видимости. Расскажите, как можно отточить этот навык? Данный навык оттачивается, конечно, практикой, тренировками. Личный состав раз в квартал проходит обязательная тренировка в тепло-дымокамере, в огневой психополосе. Ну, соответственно, проводятся занятия как на свежем воздухе, так и в специальных тренажерах. Есть искусственный дым, создается. Различные варианты. Также закрываются панорамные маски, заклеиваются. Создается шум, различные препятствия. Эрик, расскажи, пожалуйста, где мы находимся и что сейчас будет происходить? Так, Ева, мы находимся в учебном комплексе под названием «Лабиринт». Наша сегодняшняя с тобой задача – это обнаружение пострадавшего пожарного, так как в нашей работе бывает такое, что в задымной зоне либо бывает пожарный заблудится, либо происходит трагедия. Наша с тобой задача – включиться в дыхательные аппараты, создать, имитировать полную невидимость, заклеив маски, проползти и обнаружившись пострадавшего. На этом наша задача заканчивается. Так, смотри, Ева, я тебе помогаю одеть дыхательный аппарат. Значит, данный аппарат с отжатым воздухом. Сначала затягиваем. В принципе, чем плотнее, тем лучше. Мы будем имитировать условное включение. Обязательно мы направляем техническое состояние, то есть проводим рабочую проверку. После этого включаемся и по команде заходим в лабиринт. Маски мы заклеили. Видимость нулевая. Не сильно? Не больно? Все, отнаружи пострадавши. Все, дыши. Теперь можешь снять краги и расчеркнуть каску, и снять маску. Ну ты как, поехали? Да, все супер. Супер. Все, мы выполнили. Я не понимаю, как вы работаете, реально. Причем это сколько времени прошло? Под 2 часа? Нет. Это прошло минут 5. И мы, в принципе, вытащили только датчик. А если был бы это живой человек, то это было гораздо труднее, гораздо тяжелее. Это очень тяжело, реально. Знаете, за всю историю нашей программы это первый раз, когда съемки приходилось неоднократно прерывать. Одно дело знать о профессии пожарного в теории, другое дело испытать ее на себе. Согласен. Нужно быть очень сильным и смелым человеком, чтобы идти туда, откуда другие бегут. Выезды, в которых мы сегодня участвовали, были тренировочными. Однако выполнять учебные задачи в полной боевой одежде и со всем снаряжением очень нелегко. Смотрите выпуски МЧС-101. Вас ждет много интересного.